Здравствуйте, друзья! Сегодня новости зарубежной недвижимости от Прян перенесут нас в Грецию, Чехию, на Кипр и в Эмираты. Начинаем! Из Греции сразу несколько новостей. Там продолжают борьбу с удорожанием недвижимости и пытаются одновременно не отпугнуть покупателей иностранцев. 9,2% годовой рост цен ко второму кварталу. Это свежие данные местного центробанка и это много. Так вот, премьер-министр страны господин Митсатакис объявил о планах, подчеркну, пока это именно планы, временного запрета краткосрочной сдачи в аренду, жилья в центральных районах Афин. Первый, второй, третий муниципальные округа. Все кварталы я перечислять не буду, но среди них, например, известные Кукаки, Плака одновременно на три года освободят от налогов собственников, которые меняют аренду с краткосрочной на долгосрочную. Не будут платить налог и те, кто в первый раз решит зарабатывать на долгосрочной аренде. Но тут логика понятна. Чем больше сдается в долгосрок, тем меньше покупают, тем меньше давления на цены. По крайней мере в теории. Далее. Тот же чиновник объявил о новой опции программы «Золотая виза», а именно об инвестициях в стартапы. Пятилетний вид на жительство сможет получить вложивший стартап от 250 тысяч евро. Это тоже пока только планы, но последнее время греки реализуют их весьма решительно. Раз уж мы заговорили о «Золотой визе» Греции, с 1 сентября все, кто входит в греческую программу через покупку недвижимости, делают это по новым условиям. Купить надо один объект от 800 тысяч евро в более престижных районах Эллады, от 400 тысяч в менее престижных. Впрочем, «более» и «менее» в данном случае понятия условные, если не сказать спорные. Халкидики, Пелопоннес, Каринф, Олимпийская ривьера, немало очень интересных районов попали во вторую, то есть в более дешевую категорию. Есть, правда, другая проблема. В этих районах не так много объектов площадью более 120 квадратных метров, а ведь по условиям программы купить теперь надо именно такие. Поэтому эксперты прогнозируют рост нового строительства на тех же Халкидиках. И еще на что обязательно стоит обратить внимание. Тем, кто хочет стать резидентом Греции. Участвовать в программе можно, вложив от 250 тысяч евро в объект под реконструкцию. И вот он, кстати, может быть любой площади. Тут нет никаких 120-метровых ограничений. Ну а кто был в Греции, знают, там уйма недвижимости требуют реставрации. Даже с учетом дополнительных расходов на нее опция наверняка станет популярной. Мы видим, уже видим, как активизировались риэлторы и строители. На рынке появляется все больше предложений именно под реновацию. Ну и завершая тему, на всякий случай напомню, граждане России и Беларуси могут претендовать на золотую визу, но только если имеют второе гражданство. Недавно на Приан мы выпустили материал «Анализ последних изменений в Греции». Ссылку вы найдете в описании. Продолжая арендную тему, еще в одной стране заговорили об изменении правил сдачи недвижимости в краткосрок. Власти Чехии рассматривают ужесточения, которые могут быть введены уже в 2025 году. Сразу оговорюсь, ужесточения не связаны с запретом на сдачу как таковым, пока во всяком случае. Будет лишь внимательно проверяться регистрация объектов под сдачу. Без регистрации в электронной системе и, соответственно, без наличия лицензионного номера, объект, например, нельзя будет выставлять на Booking или Airbnb. Чехии рассчитывают еще больше вывести рынок из стене, решить вопрос с собираемостью налогов, ведь 80% всех, кто в принципе сдает жилье в стране, ориентированы именно на краткосрочную сдачу. Ну и кроме того, нужно как-то контролировать туристические потоки и, соответственно, охранять общественный порядок. Такую цель авторы решения тоже заявляют. А теперь перемещаемся на Кипр. Здесьшний рынок сейчас стабилен, чуть больше тысячи сделок за месяц в августе, из них 485 за иностранцами. Это почти 43%, в начале года было даже поменьше. 330 сделок за гражданами стран, не входящих в ЕС. Цифры в абсолютном выражении кажутся небольшими, но для скромного острова, да еще ленивым летом, вполне себе хороший показатель. Но сейчас важнее другие цифры. Данные сделок за второй квартал показывают самый высокий чек при покупке квартир в Лимассоле, почти 250 тысяч евро. В остальных городах намного меньше, меньше даже 150 тысяч. Но вот самые дорогие виллы, они покупаются в Пафосе. Здесь средняя цена почти 400 тысяч евро. То, что иностранцы в последние годы Пафос примечают не меньше Лимассола, это просто констатация факта. Факт и то, что в Пафосе, особенно в пригородах, приезжие чаще смотрят именно на виллы. Так что, в общем-то, все логично. Для значительной части иностранцев цель покупки – вид на жительство. Поэтому и средний чек в очаровательном городе выше. Наш объект дня сегодня – это как раз типичное предложение в Пафосе под ПМЖ. Проект новый, находится в районе Эпископи. Кто не знает, это чуть на восток от города в сторону Лимассола. Вилла 200 квадратных метров с тремя спальнями и ваннами. Участок небольшой – 465 квадратов, зато видовой на склоне холма. У вилл, а их в комплексе всего будет 9, очень богатое оснащение, даже по кипрским меркам. Роскошная отделка, элитная сантехника, разумеется, бассейн, разумеется, терраса, разумеется, VRV-система. Ну и цена, она под ПМЖ, и, как мы выяснили, по сути, это средняя цена текущих сделок с виллами в Пафосе. Все подробности о проекте на Приан и в описании к сюжету. И в завершении очень хочу пригласить вас на очередной вебинар от Приан. Говорить мы будем про Эмираты. Беседа будет непростой, и я абсолютно уверен в интересном разговоре. За последние годы сформировались две группы, реально заработавшие в том же Дубае и реально прогоревшие. Как попасть в первую группу и как не попасть во вторую. Ведь уже года два говорят о неминуемом развороте рынка, а он по-прежнему бьет рекорды. Секреты инвестиций обсудим в четверг, 19 сентября с экспертами компании Just Prime Home. Буду рад онлайн-встрече в прямом эфире. Вся информация в описании, а я на этом прощаюсь. Буду признателен за лайки и комментарии. Всем мира, всем безопасности. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...